Ну и вернёмся опять к вопросу о том, что же, неужели нечем заняться, кроме как лосями у нас правоохранительным органам. Конечно же есть, конечно же есть. У нас за последнюю неделю, может быть, две, возбудили сразу три уголовных дела по факту фотографий на фоне храмов. Может быть, ты слышал, вот есть одна вот такая вот фотография, там, значит, изображён молодой человек, перед ним на коленях сидит девушка. Ну, понятно, какую сцену, возможно, пытались разыграть эти люди. Есть ещё две другие фотографии, которые мы не будем показывать. Там одной фотографии на фоне Исааки в Сабро женщина с почти оголённой задней частью. А на третьей, тоже возле храма, ну, Василия Болженова по-простому называется, значит, женщина оголила грудь. Уголовное дело, уголовное дело. Тем временем, тем временем, ой, а кто это у нас тут? А это Наталья Арейра на фоне того же храма Василия Болженова. Да, а кто это у нас здесь на фоне храма Исаакиевского собора? А это Ольга Бузова. Как так получилось? Да. Вот как, почему? Там три уголовных дела, а здесь всё в порядке. Ну, Наталья Арейра, допустим, да, она сфотографировалась очень давно. Но Ольга Бузова вряд ли сфотографировалась давно. Скорее всего, это свеженькая фотография. И чтобы быть окончательно последовательным, да, и не проявлять в очередной раз политику двойных стандартов, конечно, власть должна быть ко всем одинакова. Но те, у кого в Инстаграме 20 миллионов подписчиков, вызывают у власти чуть больше опасений, мягко говоря, чем рядовые граждане, потому что не представляют большой опасности. Не могут рассказать об этом всем и вся, да, и к чему-то там, может быть, ещё и даже призвать людей. Поэтому политизировать молодёжь власть пока не очень хочет, а, мягко говоря, боится. Что касается в целом, да, этого тренда, конечно, я считаю, что это, я имею в виду, что люди фотографируются как-то непристойно там или противоречиво, да, на фоне церквей. Я не являюсь, собственно, воцерквлённым, да, человеком. У меня материалистичное мировоззрение, но это не говорит о том, что не должно быть какой-то морали, да, и нравственности в этих вопросах. Я убеждён, что это недопустимо и неприемлемо, и нужно уважать культуру, историю, и даже если ты, там, не веришь, как говорится, в Бога, это не значит, что это позволяет тебе, даёт тебе право как-то себя непотребно вести в целом, да. Между тем, я всё-таки вижу здесь другую сторону, да, причину этого процесса. Власть убивает гражданское общество, оно снижает уровень благосостояния, у людей нет возможности культурно развиваться. Параллельно с этим она уничтожает государственные общественные институты. Она бьёт по морали, бьёт по нравственности, им не нужна читающая молодёжь. Нужно, чтобы люди были рабами низменных и примитивных инстинктов, да, чтобы им и правило похоть или всесилие денег, чтобы они были далеки от коллективизма и объединения. Им выгодно взращивать в человеке животное начало, и это имеет свои последствия. Знаете, когда общественные производственные отношения развиваются, а скачка качественного, скачка в общественных, прошу прощения, когда производительные силы развиваются, а скачка в производственных отношениях не происходит, общество начинает гнить. То есть, нужно развитие, нужно переход на следующую стадию, нужна эволюция, а власть травит, сдерживает, не дает этому произойти, это будет приводить к гниению общества в части падения нравственности и культуры. И будет выливаться в то, что стоимость человеческой жизни, как это громко иногда в прессе озвучивают, будет снижаться, и люди не будут видеть ценности человеческой жизни, не только человеческой, но и в целом, брать другие аспекты нашей жизни. Это будет выливаться в такие проявления и восприниматься людьми как определенная норма. Я не считаю, что за это нужно возбуждать уголовные дела, что за это нужно лишать людей свободы, и общественная опасность у этих вещей достаточно сомнительная, условная общественная опасность. Поэтому запирать людей за решетку, лишать его свободы, на мой взгляд, категорически нельзя. Но это не значит, что эти вещи не должны порицаться, быть порицаемыми. У власти есть куча других механизмов привлечь внимание общества к этим вещам и сделать тот самый посыл, какой-то государственный заказ на то, что это не должно проявляться снова и снова. Но власть идет по проторенной дорожке. Помимо того, что они выполнят свою перманентную задачу, они будут еще и стратегические вопросы решать. И в первую очередь это закручивание гаек и запугивание общества. Атмосфера страха для сегодняшнего режима самый лучший и желаемый механизм, цель, которую они преследуют. Люди должны жить в страхе, люди должны бояться в том числе интернета, потому что очевидно, что речь идет вокруг темы фотографий в социальных сетях или в сети интернет. Поэтому да, это будет продолжаться как бы несправедливым. Если вам это по итогу не казалось, сегодня власть в руках богатеев, они будут защищать свои интересы. Есть, знаете, базис в виде конкретных правил, которые позволяют им наше богатство называть своими и присваивать все, собственно, блага от этой деятельности. А есть надстройка в виде различных проявлений культуры, каких-то там традиций, в том числе и церковь, самая религиозность, которая усиляет базис. И в свою очередь они будут заботиться и делать нерушимыми, делать особо охраняемыми эти вещи, будут заступаться, возбуждать уголовные дела, за фотографии сажать за решетку. Я считаю, что это недопустимо, это неприемлемо. И обращаюсь опять в очередной раз к той сознательной прогрессивной части общества. Мы должны видеть причину этих процессов и бороться с причиной. Потому что устранять следствие нам с вами не по силам. То есть нельзя устранить там конкретное проявление и ожидать, что не появится новых таких эпизодов. Они будут появляться, потому что заложены предпосылки этого процесса. И предпосылки здесь, собственно, власть, которая убивает у людей уверенность в завтрашнем дне, веру в будущее, собственно, не дает им цели, куда мы идем, для чего мы сжигаем невосполнимые источники энергии, почему мы отравляем реки, какой у этого всего будет финал. Естественно, люди будут звереть. Люди будут готовы сожрать друг друга или пойти на другие, может быть, не совсем моральные и нравственные вещи.